Именно в Египте возникла крупная винодельческая культура, оставившая обширные сведения об изготовлении вина и способах его употребления. Как и в других местах древнего мира, в Египте пиво было самым распространенным алкогольным напитком, за которым следовало слабое вино из плодов финиковой пальмы. В период с 3000 лет до н.э. по 2500 лет до н.э. оставил нам живописное свидетельство о производстве вина в древнем Египте. Примерно в то же самое время, когда культура вина распространилась в Месопотамии, главным винодельческим регионом в Египте была плодородная Дельта-Нила, где жаркий климат, в противном случае исключавший виноделие, смягчался близостью Средиземного моря, на юге, в Верхнем Египте. Условия были не столь благоприятными, хотя и здесь имелись отдельные виноградники. Некоторые оазисы также были важными центрами виноделья и в течение длительного времени были обязаны виноторговле своим процветанием. В государственном цензе, составленном около 1000 лет до н.э., перечислено 513 виноградников, находившихся во владениях храмов по всей стране. Греки, колонизировавшие Египет около 300 года до н.э., увеличили площадь виноградников, но это не означало никаких выгод для египтян. Вино занимало одно из центральных мест в древнегреческой культуре, поэтому все дополнительные запасы вина употреблялись быстрорастущим греческим населением. В древнем Египте же виноградные лозы культивировались фараонами, жрецами и высшими чиновниками, обычно в окруженных стенами внутренних садах, где они росли среди других деревьев и растений. Один частный виноградник, принадлежавший Метхену, сановнику высокого ранга из Саккары, около 250 лет до н.э., описывался следующим образом. Сад, длиною 200 кубитов египетских локтей и шириной 200 кубитов, обильно заросший деревьями и виноградными лозами, где делали очень много вина. Это было довольно большое поместье площадью примерно 2,5 акра, хотя мы не знаем, какая его часть была занята под виноградники. В больших садах виноград обычно высаживался в центре, возможно для того, чтобы защитить лозу от ветра высокими деревьями. Виноградники часто орошались, а у корней прокапывались канавы для удержания воды. В качестве удобрения обычно использовался голубиный помет. В некоторых виноградниках лозы образовывали естественный полог, поддерживаемый высокими шестами, а в других они велись по шпалерам. Вторая методика составляла основу для иероглифа, обозначавшего вино, виноградная лоза, свисающая со шпалеры, корень которой погружен в колодец. Субтитры создавал DimaTorzok